Всем привет! С вами Андрей Санар, и сегодня я отвечу на вопросы, которые вы задавали в нашей группе ВКонтакте. Итак, поехали! Вопрос. Будет ли одноместный каяк типа самурая из Эрдека? Китайцы вовсю штампуют. О, китайцы много что штампуют. А что касается одноместного каяка из Эрдека, тут всё просто. Если на него будут конкретные заказы, мы такой каяк спокойно сделаем и пустим в серию. К сожалению, тот каяк из Эрдека, который мы делаем, это вот самурай и его там подвид каноэ, непопулярное изделие. Многие его считают перетяжелённым, слишком дорогим. В общем, изделие для ценителя. Но, если ценители найдутся под одноместный, мы такой сделаем. Но он будет, конечно, дешевле, чем самурай. Посоветуйте байдарку для коротких походов на пару дней на одного и покатушек на пару часов вдвоём по спокойным рекам и озёрам. Есть такие варианты? Да полно таких вариантов. Во-первых, и серия Аргон, и серия Экшн, если Экшн заказывать без самоотлива. Очень хорошая, кстати говоря, лодочка получается. Самоотлив он не всегда нужен, он снижает общую грузоподъёмность лодки. Если, например, заказать Экшн без самоотлива, то получится хорошая гладководная лодка. Для как раз вот таких покатушечек. Дальше в этой категории можно рассмотреть и большие покрафты, также пойдут наши, как говорится, старички, типа Щукаря. Ну и, конечно, Вега. Вариантов много. У нас все направления закрыты. Не думали ли делать туристические тенты? Мне кажется, достаточно востребованный продукт. Сейчас сам в поиске и не знаю, на чём остановиться. А вот так я сразу не подскажу, потому что этот вопрос требует дополнительного исследования. В том числе и маркетологического. То есть, нужно ли это клиентам? Нужно ли это нам? Чтобы это всё понять, надо это всё хорошенько обдумать. Это вот так вот просто не решается. И один человек в компании это решить не может. Но мы этот вопрос обсудим. Записали себе. Будем обсуждать. Часто в обсуждениях возникает тема. Можно ли сделать Щукарь с самотливом, если поставить в него НДНД? Что скажет производитель? Щукарь с НДНД это варвар. Или что-то другое имеется в виду? Нет, там, конечно, может быть НДНД другого плана. Плоское днище, как, например, в экшенах. Ну а надо ли оно? Есть экшен. Прекрасная лодка. С ходовыми характеристиками. Практически такими же, как варвар и щукарь. Только имеет другой профиль донышко. Хорошая лодка. Зачем, например, что-то еще придумывать на старый добрый проверенный варвар? Конкуренты тайм-триала в базе ставят на многие свои модели бедренные и пяточные упоры. А тайм-триал только за отдельную и нескромную плату. Почему? А все потому, что эти самые пяточные и бедренные упоры, они... Части людей нужны, а части людей не нужны. Вот, например, рыбакам эти упоры, извините за каламбур, не уперлись вообще никуда. А рыбацкой лодкой может стать любая. Вот, например, известный блогер Always Elon ходит на варваре ловить рыбу. Варвар его полностью устраивает, хотя изначально варвар это не рыболовная байдарка. Что касается цены, скромной или нескромной, та же самая нескромная цена на эти самые упоры уже заложена в цену тех самых лодок у конкурентов. Так что чудес не бывает. Ищу судно для открытых водоемов, типа Ладожского озера. Покрафт уже есть, но хочется что-то более скоростное и менее парусное. Планируете ли вы выпустить что-то вроде Веги, но найти возможность облегчения конструкции, переходом на ТПУ, например? И что бы порекомендовали из текущей продукции для походов по Ладоге, весом, скажем, до 5 килограммов? Или стоит подождать и выкатить к следующему сезону что-то интересное? Как бы тут сразу так сказать? Дело в том, что Ладога это такой водоем, с которым надо исключительно на вы. Просто так взять какую-нибудь лодочку и отправиться на Ладогу, это бывает, что так вот ищут свою смерть. Поэтому лодка должна быть сверхнадежная, с запасом прочности. Именно поэтому всякие вот эти облегчённые 5-килограммовые варианты для Ладоги это не особо хороший вариант. Попадёте в хорошую волну, там вот так вот в бараний рог всю эту лодку скрутит и вас оттуда выкинет. Ладога страшная, когда на ней непогода. Но если ходить там по шхерам и всё такое, там сгодится практически любая байдарочка, если не вылезать на открытую воду. Что у нас есть? Легче Веги, менее парусная, чем Вега, менее громоздкая, чем Вега, менее тяжёлая. Это уже проверенная серия аргонов и экшенов, которые существуют и в лёгком исполнении, и с ТПУ они делаются. Они, конечно, менее скоростные, чем Вега, но всё равно у них скорость очень неплохая. Кстати, ещё рекомендую обратить внимание на новый фишкаяк ЭВА. Это лодка с увеличенным диаметром баллонов до 33,5 см, что даёт возможность идти в достаточно такую хорошую волну. И скоро у нас будет версия фишкаяка ЭВА из ТПУ. Соответственно, лодочка там получится в районе как раз 5 кг. А при этом она будет большой, 3,80 длиной, с баллоном 33. А учитывая то, что это ТПУшка, она чуть-чуть растягивается, баллон будет 34 где-то. В общем, будет тоже один из неплохих вариантов вот для таких больших открытых водоёмов. Но в любом случае повторю, с Ладогой шутки плохи. Очень осторожно надо на Ладоге ходить. Там даже большие моторные лодки катера там в бараний рог скручивает. Что уж говорить там о небольших. Будьте осторожны. Есть ли возможность изготовить щукаря 340 с баллонами 27 см с сохранением стандартной ширины? Или изготовить фартук для стандартного щукаря 340 по типу байдарки от акваграфики Большой Бродяга? Вообще, возможность изготовить что угодно есть. Главное, есть ли в этом целесообразность. Я, например, целесообразность в щукаре с баллоном 27 см не вижу. Все ниши отлично закрыты 25 баллоном и 30 баллоном. А 27,5 это у нас ниша аргонов и экшенов. Там они отлично вписались. У этих лодок немножко другая геометрия. И поэтому 27 баллончик для них самое то. Так же, как щукарь или варвар показывают себя с 25 или 30 баллоном. Что касается фартука, мы сейчас думаем над тем, чтобы сделать для варваров и других лодок с малой высотой кокпита, потому что у варваров, например, малый диаметр баллона, плюс еще днище, которое скрадывает высоту баллона. И поэтому с обычным фартуком, который вот плоский, с ним очень неудобно будет, поскольку это будет все в обтяжечку. Ноги будут обтянуты. А мы хотим сделать с дугой, чтобы искусственно поднять высоту кокпита. Наверное, мы его все-таки выпустим, но там есть небольшие подводные камушки, которые мы будем решать по ходу испытаний. Почему никто не занимается продуктовыми гермаками? Типа баула челночника, только с зацепами для привязки к лодкам или катамаранам-рафтам. Можно и с отсеками на 2-4 части. А без такого пока никак. Ну или в пластиковые бочки все пихать, а бочки на дальняк не потащишь. Опять же, мы этот вопрос не исследовали. От вас это самое первое пожелание такого дела. Больше никто к нам с этим не обращался. Поэтому мы исследуем этот вопрос более подробно. А если есть какие-то соображения, что, как и зачем, пишите. Можете написать мне, можете написать в группу в тайм-триале. И мы этот вопрос обсудим. Нужно ли это, не нужно ли это, или это какое-то разовое, вот именно вам это нужно, а другим, может быть, не понадобится. Давайте обсудим. Пишите в комментариях, пишите в группе ВКонтакте. Поговорим. Про Аргоны 280-300. Дайте, пожалуйста, побольше информации. Сезон проходит, нигде ничего невозможно найти. Имею в виду тесты, обзоры и тому подобное. Когда какая-то выходит лодка, которая предельно утилитарная, в которой нету какой-то такой вот изюминки, вау-фактора такого, что вау, какая классная вещь, а просто лодка хорошая, которая исполняет свою работу, которая удобная, про неё обычно про такие лодки обзоры и не делают. Пользуются, нравятся и молчат. Наверное, всё-таки нам придётся сделать обзор по этим лодкам из ТПУшки. Хотя я уже давно столкнулся, что с обзорами от производителей как-то не очень народ дружит, считает предвзятыми. Ну, например, то, что я обозреваю, я обозреваю вот как вот мне нравится лодка или не нравится. Если она мне нравится, я говорю, что она мне нравится. Если она мне не нравится, я её отправляю на переделку. И по 280-м, по 300-м, я думаю, снимем мой обзорчик. Вообще лодки хорошие, рекомендую. Это получается как бы формат Покрафта, только мы имеем большую грузоподъёмность из-за того, что сидим по центру, сзади у нас пространство есть, спереди у нас пространство есть. А он побыстрее, чем, например, спутникообразные Покрафты. Хорошая лодочка. Вот честно скажу. Я в ней ходил. И даже какое-то видео снимал, но вот сколько у меня отснятого материала, надо всё это разобрать и монтировать. Вот такие сидения. Есть где-нибудь на видео, на байдарке или каком-нибудь тепловсредстве типа байдарки? Хотел посмотреть, как грибцу на нём управлять байдаркой или катабайдом. Удобно? Есть ли смысл их рассматривать для покупки? Эти сидения вообще созданы для моторных лодок, чтобы устанавливали их на жёсткое вращающееся крепление моторных лодок. Что касается применения их на каяках. Я считаю, что оно не оправдывает себя, потому что это тяжёлое сидение. Это, можно сказать, просто пластиковый стул. Вот один производитель, не буду его говорить, он установил на каяк вот такое вот сидение. Причём оно у него вращается. А если вот прикинуть, как вот на вращающемся сидении управлять веслом? Это же ни опору не создать, ничего. Как грести на полностью вращающемся сидении без возможности его зафиксировать? А возможности фиксировать там его нету. В общем и получается. Болтается, крутится, само по себе тяжёлое. У нас же есть отличная альтернатива. Называется Фиштрон. По удобству не хуже, может быть даже лучше. Сидеть удобно. Оно фиксируется на лодку жёстко. Никакого паразитного вращения нет. Лёгкое. Сдувается полностью. Перевозить легко. Зачем нам этот пластик? Да, мы это пластиковое сидение ставим на Фишмаран. Это такая платформа катамаранного типа. Она сделана из аэрдечных поплавков. Палубы жёсткой, на которой можно стоять, по ней ходить. И вот там вот по центру стоит вот это самое сидение на специальном вращающемся креплении на подшипниках, чтобы можно было сесть и крутиться на 360 градусов, вот облавливая всё. Но это такое узкоспециализированное плавсредство, хоть и вот такое. Оно очень удобное, если ловить на небольшой волне, на гладкой воде, облавливать с комфортом всё вокруг. Очень удобно, очень хорошо. Вот для такого плавсредства, где не важен вес, где не важны габариты перевозки, где нужна фиксация с вращением на подшипнике, вот для этого эти сидения и предназначены. А для лёгких каяков, пардоньте, не годятся. Добрый день! Возможно ли модернизировать мешок-насос, дабы использовать его как лёгкую герму? Модификация несложная, недорогая. Братья наши меньшие уже опробовали. Получается хорошо. Ну что я могу сказать? Мы тоже опробуем, у нас тоже всё хорошо получится. Ну, только сколько я не делал каких-то комбинированных вещей, например, у меня там была сумка для покрафта, комбинированная с мешком-насосом, всё равно это получалось хуже, чем отдельно мешок-насос плюс упаковка или герма. Почему? Потому что мешок-насос делается из специальной тряпочки, которая очень тоненькая, но она не является газодержащей, и поэтому истинной гермой это не будет. Она позволяет быстро впихнуть там определённый объём в лодку, а объём у мешка-насоса здоровенный. И для этого ему полная герметичность не нужна, так что герма из этого материала, ну, будет не гермой. Но в то же время использование этого лёгкого материала позволяет сделать мешок-насос большим и при этом очень лёгким, там порядка 150 граммов. Это что значит? Это значит, что вы вот таким здоровенным мешком накачаете там по крафт какой-нибудь за 5-7 вдуваний воздуха в лодку, это там 2 минуты, и готово. А если, например, у вас будет какая-то мини-гермочка с малым объёмом, вам придётся вот этим вот таким вот хапом и сжатием туда раз 20 сделать. Это, соответственно, займёт больше времени. А профитус этого, в общем-то, и никакого. По весу получится всё то же самое, потому что все вот эти дополнительные элементы, которые сделают из мешка герму, они весят тоже. Поэтому лучше отдельно мешок-насос, отдельно нужные вам гермы. Это я вот так считаю, после того, как я сделал несколько комбинированных приспособлений, я сам с ними экспериментировал, и сильно удачными я их назвать не могу. Возможно ли установить на по крафт пневмомолнию T-Zip впоследствии после какого-то времени эксплуатации, если понимаешь, что она мне всё же нужна? Если да, возможно ли это сделать самостоятельно или нереально? Всё реально, но надо учесть некоторые особенности. Молнию-то приклеить несложно, но дело в том, что само вот это вот соединение, оно большой площади получается, оно очень ответственное, оно должно быть прочное, поэтому его надо приклеивать только если вы умеете клеить, и у вас есть необходимые материалы, то есть клей. Желательно, чтобы клей был со вторым компонентом, с дисмодуром, иначе у вас на ярком солнышке эта пневмомолния отклеится. Поэтому всё-таки лучше, чтобы её приклеили вам специалисты, например, в тайм-триал прислать, вклеют молнию, и будет всё хорошо. Какая разница между вёслами низшего ценового сегмента? Какое весло лучше выбрать? Ну тут, наверное, вопрос касается вёсел, которые вот от самого дешёвого до там вот двух-трёх тысяч. Вот это вот. Вот, например, кусочек самого дешёвого весла. Тонкостенная трубка. Пластиковые фиксаторы. И вот такая вот пластиковая лопасть. Понятное дело, что это самый дешёвый вариант, и сильно многого от него ждать не стоит. То есть этот пластик, если его там сильно втыкать в камень и пытаться там им что-нибудь там вот куда-нибудь там вращели, ну вот что-нибудь там как-то лодку подвигать, он может и сломаться. Второй его недостаток, вот эти вот такие ярко выраженные рёбра. По этим рёбрам вода вот прямо вот в лодку стекает. И даже манжетки эти не помогают. Но это, как говорится, плата за очень невысокую стоимость. У него ещё есть достоинство то, что само весло очень лёгкое получается. И поэтому это неплохой вариант, если там не надо никакого экстрима. Следом идёт весло-звёздочка. Всё то же самое, такая же тонкостенная труба в качестве шафта. Те же пластиковые фиксаторы, соединяющие части весла. Но лопасть уже другая. Она тоже мягенькая, гибкая. Но материальчик, материальчик уже менее ломкий. Нет этих ребер жёсткости резких. Есть вот такие вот плавные канавки. Это значит, что вода не будет вот так вот в кокпит литься. Площадь больше. Форма уже такая конкретная, байдарочная, асимметричная. Есть ещё такой вариант асимметричный. Но опять же, заниматься таким веслом какими-то там силовыми отталкиваниями. То есть вот для такой вот активной бурной воды там в камнях, в порогах, там где надо отталкиваться. Я бы не стал. Для гладкой воды, по-моему, это хороший вариант. Ну и весло, которое, можно сказать, у нас одно из основных. Это вот так оно выглядит. Это уже мощнейшая, толстая, твёрдая лопата, которую можно использовать в качестве силового упора там от камней отталкиваться. Это уже мощность, это уже прочность, это ещё и большая площадь гребли. В общем, такое мощное весло. Что касается соединений, здесь используется уже двойной металлический фиксатор. Соединение получается очень надёжное. Весло получается жёсткое, никаких люфтов. Если, например, возьмём ту же звёздочку, то тут видно, что оно люфтит, потому что оно сделано из более лёгких, более таких хлипких материалов. Но, тем не менее, у звёздочки тоже есть своё достоинство. Весло очень лёгкое. Так же, как и весло самое простое. Вот они, два лёгеньких весла. А вот это вот весло, оно тяжёлое. Оно почти полтора килограмма. Но там, где нужна прочность, эти лишние полкилограмма можно перетерпеть. В общем, советую это весло тем, кто в таких серьёзных заплывах участвует, тем, кому нужно на бурной воде в условиях камней, вот тем, наверное, вот это весло будет лучше. Сделайте, пожалуйста, грибную лодку по типу лэшки. У пакрафтов маленький диаметр баллонов. Лэшка, это кто не знает. Это была такая в советское время серия резиновых лодок. В общем, топовых таких, очень достаточно крутых лодок. Это Л-300, Л-3М и ещё был вариант, там, Турист-3. Экспедиционные лодочки. Грибные, под парные весла. С очень хорошей гидродинамичной формой. С большим диаметром баллона. В общем, хорошие грибные экспедиционки. Сейчас их толком, такого плана лодки, никто не делает. Кто-то посчитал это уже устаревшей конструкцией. Что там, мол, хорошего может быть у советской промышленности? У нас же всё тут круче, всё лучше. Нет, на самом деле вот эти лэшки, мне они самому очень нравятся. Я ходил на лэшке, мне она очень по своим ходовым характеристикам нравилась. И поэтому мы воссоздадим лэшечку, но из современных материалов, из ТПУ. Это будет, я считаю, очень хорошей лодкой. Это будет хорошим вариантом грибной лодочки. Ожидаются ли какие-нибудь новинки? Приоткройте тайну, когда и что можно ждать. Ну вот только что я ответил вопрос про лэшку. Ну, соответственно, у нас, скорее всего, будет вот воссоздание лэшки из ТПУ. Кроме этого, мы думаем о более узкой, более низкой веге для ценителей скорости. Она будет, конечно, лодкой для профессионалов, потому что остойчивости у неё будет меньше. Но, судя по всему, эта штука всё-таки востребована. Ещё одна разработка, грибная лодка по типу стеклопластиковых лодок Pella. Pella Fjord. Она будет сделана на базе байдарки Вега. То есть от Веги там будет взята только конструкция. Вот как баллоны идут, как днище идёт, штефни как идут. Сзади будет маленький транчик. Соответственно, можно будет повесить маленький моторчик. А так это будет быстрая грибная надувная лодка. Также сейчас в разработке две новые моторные лодки. Эта лодка с огромным кокпитом по отношению к внешним габаритам. Называется Гром. При размере 4 метра и ширине 1,70 метра. Эта лодка будет иметь кокпит шириной больше метра и длиной больше 3 метров. Это если кто-то понимает в моторных лодках, для лодок такого размера это очень большой кокпит. Наверное, вряд ли есть ещё одна лодка с таким по размеру кокпитом. Вторая моторная лодочка, мы её скоро уже выпустим. Это специализированная моторная лодка для гонок. Есть любительские гонки на моторных надувных лодках, которые собирают немало людей. Очень зрелищные, очень интересные такие гонки. Вот как раз под такую гоночку, под такого гонщика мы сделали лодочку. Может быть она будет интересна ещё как рыболовная лодка. Как быстрая рыболовная лодка. Также мы хотим улучшить лодку фишка. Дело в том, что у лодки фишки весьма скромный по объёму кокпит. Мы хотим увеличить объём кокпита, пожертвовав немного диаметром баллонов. Я думаю, получится неплохой вариант. В то же время мы оставим, наверное, фишку в том виде, в котором она сейчас есть, в серии. Будет у нас две разные фишки. Точнее три. Сейчас есть уже две разные фишки. С ND&D и без ND&D. А вот это будет с ND&D и с более широким кокпитом. Хороший вариант. Вопрос. На сайте указана одна ширина лодки, а когда я измерял, получилась другая. Почему так? Надувная лодка – это вещь достаточно растяжимая. Надувную лодку нельзя назвать абсолютно жёсткой. Поэтому ширина лодки может зависеть от разных факторов. Например, если в конструкции лодки предусматривается сидушка, которая распирает баллоны в сторону, а лодка, как мы знаем, она вот от носа к центру расширяется и дальше опять сужается. Соответственно, если мы эту сидушку поставим по центру, то общее расширение будет меньше. Но, например, если мы эту сидушку сдвинем ближе к корме, и, соответственно, там распирающий момент будет больше, лодку расширит сильнее. Соответственно, есть сидушки, которые, например, ставятся на электрос. Они, наоборот, могут сузить лодку. И, соответственно, габарит сужается. Кстати говоря, так делают те, кому, например, слишком широкой кажется лодка. Они ставят стягивающие сидушки, лодка сужается, и они получают более узкую лодку. А вот когда им потребуется лодка пошире, им просто ничего не стоит сидушку сменить или держатели на ней расширить, и всё, получают более широкую лодку. Это удобно. А что касается информации на сайте, там указывается обычно максимальная величина, на которую можно распереть эту самую лодку. Поэтому мы думаем над тем, чтобы видоизменить подачу информации на сайте. Например, ширину лодки указывать диапазоном. Вот, например, наш свежесделанный фиш-каяк EVO. Он имеет в максимуме ширину 106 см. Многие говорят, это же так много для байдарки. На самом деле там получается 102-103 см, если сидушку ставить оптимально для одного человека. Если же её смещать ближе к оконечностью, то да, там разопрёт её до 106 см. Поэтому наиболее рационально, например, в таких лодках будет указывать диапазон, допустим, от 102 до 106 см. Ещё очень многое зависит от того, в каком порядке накачиваются баллоны у каких-то сложных лодок. Например, если взять вегу и накачать сначала баллоны, а потом днище, то общая ширина может получиться другой, чем если мы сначала накачаем днище, а потом накачаем баллоны. А ещё некоторые лодки требуют расправления физического донышка или баллонов в процессе накачивания. Иначе они не встанут оптимальным образом. Это в основном лодки со вставными элементами, например, с донышком из эрдека. Или в тех, в которых донышко и баллоны, например, не связаны между собой по каким-то ощутимо большим линиям. Ну, века та же. Вот и закончились вопросы. Спасибо, что вы их задавали. Задавайте ещё, пишите комментарии здесь, пишите комментарии в группу ВКонтакте, в Инстаграм. Куда угодно пишите. Поговорим. Ответим на новые вопросы. Расскажем что-нибудь интересное. С вами был Андрей Сонар. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!